добрый вечер 6 июня 2013 года ярослав афины приветствую всех вас сегодня решил записать видео потому что не смог не могу сдержаться по двум причинам первое то что сегодня наблюдалось у нас чате нашей нашей нашего проекта с русским названием фристалмании и английским фирмат потея значит с утра один человек дайнур вроде бы я если делаю ошибку в его имени прошу меня простить начал задавать какие-то вопросы которые его волновали например я не видел его вопросах его обращениях никакого там нытья недовольства каких-то претензий я не увидел чак просто спрашивал его быстро посадили на место сказали какого хера ты вообще и чё ты тут вообще возникает что не знал куда шел на человек знал куда шел ну что не имеет права спросить то что он хочет он должен это душить в себе или он развел демагогию что вы меня тут все обманули все козлы а я думал одно а вышло другое такого ничего не был человек знал вопрос кихоте ближе к обеду надыбал я в сети своего бывшего сотника из нашей международной тысячи максима из резания ну и так как мы с ним сейчас изредка наши пути уже как бы уже мы разбежались вот но продолжаем дальше поддерживают отличные отношения всегда обмениваемся какими-то мнениями советуемся я у него спрашиваю что меня где-то интересует он у меня спрашивает если его что-то интересует и он думает что я могу ему помочь ну и как-то он мне сказал что он там ты там то сейчас и очень доволен по притоку по всем показателям в одной кассе возврата я им говорю у нас вот у нас наш проект вот такой-то руководитель ты его знаешь все его знают вот то-то и то-то то-то меня в нем привлекает в этом проекте кто-то я считаю что хорошо и не хотел ли бы ты побыть с нами он говорит не проблема ты можешь меня в час закинуть конечно могу ну приблизительно так был разговор закинула в чат другой тоже наш руководитель вот это не принципиально и тут началось человек пришел для того чтобы задать свои вопросы те которые его лично мучают не нас не те которые нам нравятся и те которые мы хотим слышать а те которые вы лично мучают лично всех мучают один и тот же вопрос когда закроется их не матрица этот вопрос можно расшифровать по всякому можно спросить когда человек когда закроется его матрица может человек таким способом спросить какой ритм притока у нас насколько у нас большой если у нас приток если у нас приход людей то есть как не только он не могут мог иметь не только в виду его матрицы лично а вообще как быстро закрывается у нас матрицы вот это не с тех товарищей все это должны признать этот чат знает не с тех товарищей что медленно стучаться к тебе сами потом под видом дурачка и думаю что все дурачки и все дебилы начинают ой я такой неопытный вы могли бы мне что-то посоветовать люди открывают ему душу начинают советовать он закидывать всех полотенцами а я знаю такое эти ходы свои бибельные делают это не из тех людей человека действительно пригласил я он заинтересовался и захотел посмотреть чем мы там дышим но оказалось он дышит не так мы дышим носом он дышит ушами вот что ему было именено во первых во вторых чек сказал откуда и что он и почему заинтересовался нашим проектом все было лояльно и корректно его начали расспрашивать что это такое с чем его едят один спрашивает что это такое с чем вы едят 2 или 2 неважно начинает гидаться ты сюда пришел свой проект пиарить в результате я сижу смотрю на эту всю херню и не понимаю зачем этого человека сюда пригласил я понимаю что забыл выставить ему анкету какие вопросы он может задавать какие вопросы он не может задавать ребят это по-моему на самая настоящая херня понимаете не все старые матричники ушлые такие как вы уже здесь обтесаны что вас юра там всех обтесал не все такие некоторые люди спрашивают что-то вам вы когда заходите вагон в самолет видите проводницу стюардессу вы спрашиваете для вас важный вопрос где моё место хотя прекрасно она знает у нее этот вопрос и задают тысячи раз она прекрасно и выпекла создать что у вас есть билет и что вы стоя в очереди или там проходя таможню пять сто раз видели где ваше место и вы можете по буквам и цифрам найти но и спрашиваете где ваше место вам спокойно с улыбкой отвечает вон там-то проводникам вагоне спрашиваете будет ли сегодня чай нет будет водку разносить стакана бля водку разносить и пиво чая сегодня не будет вышка бак пришли они в вагон сели понимаете для вас вопросы жизненно важные для нее она 500 раз в сутки на них отвечает и она должна вам показать эту улыбку по крайней мере иначе вы не выражаете свои недовольцы что за херня за что я бабло плачу а тут человек фирма употея которая сама заинтересована в приходе новых участников каких бы то ни было если ты левый с полотенцами своими вонючими с других фирм иди нахер тогда а если человек действительно интересуется ему надо разжевать пояснить уяснить ответить на все его не не нравящиеся нам вопросы и потом уже оставить его подумать хочет он или нет или же вы приходите и про когда проводник тот жильстюардесса отвечали не блять сам чай возьми иди и сам сейчас я приду все возмущаетесь собак какой собак вот на западе да вы сами собак все мы все собак мы пригласили я пригласил человека в гости его встретили как татарина бля не будь татаром сказано то что много есть понимаете со стороны это было мне было стыдно кого приглашать любой человек хотя его будут две недели обрабатывать у нас так у нас так он захочет пообщаться что там за бригада что там за гоп-стоп делается и он зайдет в этот чат и задаст свои вопросы как ему в этот час в этот момент придут у него нет анкеты если вот так встретят еще и макс максим извини пожалуйста так вышло вот такое вот впечатление у меня он спокойно все что на спросили сказал свои вопросы задал ему не ответили человек спокойно я его позвал в гости к нам наш до при приютный дом и он спокойно ушел сам без там все мефу какая гадость а посему ребята я прекрасно понимаю когда юра простите я сегодня материться буду хуесосит во время регистрации когда он объявил за два дня или за 3 что завтра послезавтра такое то время будет регистрации туда то туда то все кто записался будьте готовы и тут начинается когда приходит это время пока идет настройка пока то да все когда он начинает регистрировать вот чтобы было все правильно все было нормально один пошел посрать другой пошел поссать 3 потрахаться захотел у четвертого подмыться надо было у 4 не знаю кто-то где-то потерял что кого-то интернет пропал и юра рвет и мечет кто-то там начинать в это время когда вызывают регистрироваться того-то того-то кто-то какие-то там флудит у меня там цветочки завяли еще к это херня здесь летают извините за выражение хуи в разные стороны там юра сейчас вершит и творит все вопросов нет в армии 3 части тревога сейчас все стали по тревоге каждый должен знать свое место и выполнять свою задачу идет регистрация чувак сидит до 5 до 4 утра какого-то хера и регистрирует это занимается если бы муж это еще бабло капало я бы еще понимал и ему тыкнуть бы каждый мог тебе юрестом бабло капает сиди и не пиликай нет он сидит это все здесь все понятно все логично все правильно та же самая вещь когда тебе приходит в гости человек пусть он задает не те вопросы которые ты хочешь слышать и ты его начинаешь ежиком делать а езжать вы извините ребята я не знаю кого мне надо того я мог бы например начать сейчас привести понимаете к этим опытным матричником которые с молоком матери сосали все премудрости матричного дела извините конечно ребята этот фристайл мани русское название я по теферу мне очень нравится за то что все равно там здоровая снова все я буду там я не вижу лучше пока ничего не вижу я лучше ничего да даже если видел если уже пристал сюда и меня сюда приняли меня сюда в этот чат завели не завели в другой чат мне есть какой-то доверие все ребята все и сделал свой выбор ребята мы когда в гости приглашаем кого-то приглашаем в гости что когда домой кого-то к себе приглашать или ты чё сука ботинки не снял пошел нахер отсюда во те что дома не воспитывали или он дверь случайно не закрывает в хлеве родился вы ему такое говорите своим гостям в общем ребята не знаю нам короче сам можно уехать из совка ребята можно уехать кто там в германию кто в грецию кто еще куду тему таракань но самок из себя пока не вымешь он будет всегда с тобой все равно где-то юристом между строк я прочитал что все-таки до нас плюшки готовятся и все эти наши матрицы как-то готовится чтобы это был какой-то комплекс один такой привлекательный и хороший все будем значит стараться привлекать нам мгп записались там кроме как шагерец лысый шагерец бык шагерец авто шагерец то другое ничего предъявить не могут по сути отнесли отнесли в мошеннический проект неправильно двойные стандарты опять напоминаю на это я в этом пишу сейчас начал писать и будем писать и корректно всегда почему мне нравился почему мне нравится буемистов какой бы он там не был лоховод лохотрон я не знаю что ему там ему уже там вообще там из него черта уже сделал единственный мужик который свои молодые годы очень корректно ушел оттуда никого не полил никогда грязью и говнищем один раз он простить изображение разъебывал своих одного там не помню соколы но то соколы под раздачу попал помню еще там ильнура какого-то не помню фамилию раздолбал за то что тот под себя там регистрировал и бросил целую целую структуру потом оставил и пацаны там выли все он его раздолбал говорю я тебе жизни не дам ни в каких проектах никаких матрицах правильно не очень понравился в этом плане говорят что он там десять аккаунтов он открыл сказал что он немножко наварился 40 тысяч я не знаю почему ты лёша если ты будешь смотреть это видео почему ты не сказал сколько ты там заработал кому какое дело ты что украл их ты не украл ты вёл структуру которая была 7000 человек не понял я сейчас саша соколов оказался у нас не убедил меня саша я не думаю не думаю я что он там на открывал это неважно но то что он потом там скал не убедил меня саша соколов что это не я цены ямы на пидмобилы но почему не ты почему тебя столько помощников у вас там проект грандиозный все сходится ребеночек не наш я проект грандиозный у тебя куча там помощников у вас вернее там все чем 25 аккаунтов не открыть например саш ты знаешь как это делается прекрасно знаешь это все очень просто делается раньше это открывали кабинет помните как все колбасу 52 миллиона стырил он или стырил колбасов да нет то не я и хата не моя и почта не моя и его это почта но кабинетик не показал кабинетик не показал значит оставил догадкам развиваться как хотят то же самое саш это то что касается нашего супер супер нормального я правда это я это имею ввиду классного проекта с русским названием фристалманий сквозит ирония буду постоянно организировать и с нормальным английским фирма от потея потому что где же наш великий и могучий это у кого возникнет вопрос вчера я послушал значит финансовый пипец вроде бы до 19 выпуск там был бордиан андрей был саша соколов и был юра майоров которого я как уже говорил достаточно уважаю хотя лично это человека не знал и очень много общения с ним не имел вот это мое дело вот они вчера обсуждали тему муратова что он засел насколько это все серьезно какие могут быть ходы какие не ходы проскочила одна вещь которым не очень глубоко за дело из которой я сделаю сейчас вывод просто не будет клауд мани большим проектом больше чем формула денег например не будет не клауд мани и не клауд фаней не алтубе за не гетер не бич не речь не гол 3 не стричь никто не буду одной простой причине сейчас расскажу а причина простая очень легко меняете все вас нету убеждений вы вчера хвалили мавроди клялись ему в верности клялись что вы вместе с ним меняете мир да потом поняли что не туда зашли что мы вроде козел что вроде всех наебал украл там это поняли не спорю принято перекинулись другие места и сейчас пеной у рта тоже саша в чатах доказываешь у клауд мани несравнимый что андрей бордиан гений саша что ты будешь говорить когда если через два месяца что-то случится этот проект заведет никуда будешь горишь у тебя на ебал бордиан может стоить все таки подождать прежде чем клясться в верности и преданности новому хозяину ли или новой идеи может стоит все таки подождать сказать как-то более на низких тонах сказать да вот мы сейчас стараемся чтобы это было самое лучшее но не так что все ребята усохните вы с вашими там что ты там делаешь тоге за пошел нафиг пошел нафиг не делается так я специально упустил про юра майора сейчас скажу и делается так тот же буймистров когда раздалбывал этого ильнура который там у него пакости по сути в структуре делал тот же момент биггейм тиви разговаривать им как с руководителем он пришел куда-то там в какой-то проект все хорошо и потом вы говорите о каких-то воссоединениях давайте все общее дело сделаем сделаем cloud money cluster где-то будут все пирамиды все матрицы как так как так ребята если один человек основательно то есть имея все основания говорит ты чуть ли не аферист ты людей столько подвел ты запорол вот такую-то такую-то свой участок работы как говорил буймистров девятая серия или шестая не помню и тут же вы разговариваете с ним как будто он нормальный человек то есть вам пофиг что он где-то насрал вы думаете он у вас не насрет я с этого не понимаю пацаны то какое хотите вы иметь отношение саша ты сказал наверное мавроди на меня будет гнать томте на тебя вообще внимание сейчас уже не обращает ты понимаешь или просто не обращать нет уже его нет уже тебя для него пока ты был мавропес мавра зомби пока ты там бился об эту стену лбом ты для него был что-то сейчас ты для него 0 и 0 не существуешь нету даже этой цифры и я себе вижу вера и преданность понимаете ребят что я услышал юры майорова вчера что вот брата кому сказал я сделал я сделал свой выбор один раз как-то так что юру не почему-то удивило ребята зачем вы думаете так дальше жизнь прожить что вас удивляющий человек сделал свой выбор и придерживается его я понимаю что наверно я понимаю что многие из вас из этого могу сделать в армии не были даже не в советской не в российской неважно почему вы отмазались откупились дураками сделалась не пошли понимаю не берусь судить думаю что андрей бордян был думаю что юра потей был я тоже был в азербайджане ребята вы присягу принимали я принято я присягу принимал советскому союзу которого уже нету я морально этически я принципе вольная птица и могу даже за греческую армию сейчас вот война начнется здесь я здесь живу налогооблагаю здесь мать имею вид на жительство и мне ничего не запретит пойти сражаться за на стороне греков я присяги не изменил своей у меня есть друг и товарищ хороший здесь он грек он всю жизнь прослужил военно-морском флоте тихоокеанском подводном ссср капитан второго ранга саша и он он живет здесь у него греческий документ он грек у него кличка там было грек командующий тихоокеанским флотом его товарищ командир 9 роты тоже его товарищ то пресловутой 9 роты в афганистане которая была есть фотографии можно зайти на mail.ru найти его кто-то заинтересуется посмотрите там есть фотографии с этим музыка так вот он был на этот переломный момент когда девяносто первом году если мне не изменять память всех офицеров которые служили в украине тогда был российский ссср в украине на черноморском флоте поставили перед выбором или ты принимаешь присягу украине или ты остаешься верен присяге советского союза или служить на охотское море нахер или какой-нибудь там такую тьму таракань свиням хвосты крутить причем офицеры боевые моряки было куча всего дети школы уже вжился здесь положение тяжелое денег не было разруха ну все что здесь такого поменяй присягу да и все один раз наступи себе на яйца ступи также здесь у нас ребята без веры без то что в мы один раз пошли под знаменом о вроде пошли мы под знаменом о вроде шли мы не пошли а увидели и поняли что это не то мы шли до конца все все до конца шли одни пораньше стриснули те что стриснули я не обращаюсь к тем тех вообще о тех не идет речь обращаясь вот к тебе например саш к тебе юра что ты мавропес был ты вот боролся с этими там боролся ты не боролся не знаю константиновыми феликсы херня всегда требеет я могу так сказать то что у меня личные были не было контакта но были личные действия их не которые сказались нам на моей структуре на мне лично поэтому я могу сказать я всему под всем подпишусь если скажу что он шарится взад я наверно тоже под это подпишусь хоть не видел ни разу но если скажу что них гандоны я подпишусь три раз гандоны вокруг ник вокруг них гандоны штопаны и не штопаны ну порваны уже вот вокруг них это да здесь не надо никаких привезли кому ничего доказывать как вы ребята сейчас которые шли до конца который ты был до был под знаменами вроде дверь мы меняем мир ты верил в это я верил в то что ты веришь я верил то что ты веришь сейчас дакси ты понял обманули накололи ты что-то там узнал хера ты не узнал накололи обманули он все мудак он этот самый ты быстро выкинул эти знамена и стал под другие и гриш теперь все клауд мани да это пипец это не пипец время покажет что время только она покажет но а вам нам вернее все кто мы под мавродиевскими знаменами стояли надо просто сейчас спокойненько смотреть что к чему и что куда если есть у тебя проект который ты болеешь которым сейчас отдаешься который ты фантастически тебе приятно как там все организовано как там проходят тренинги прекрасно это все прекрасно потому что только позавидовать и когда рассказывал вчера как у вас там команда все просто просто если есть белая зависть то я завидовал белой завистью понимаешь вот тупо обсирать сейчас там а вроде такое и менять вот это я вот знаю что не будет клауд мани не будет она никакой маме мне близко не подойдет нет там людей которые будут сей до конца если начнутся там передряги какие-то перетрясы перетрусы перетурбации но все вы все начнете петь по-другому появится кто-то другой это уже все доказано так вот муратов в этом плане пример для подражания не важно что он на вроде еще как дурак верить нет есть вот абсолютные цифры есть относительные вот это то что его он просто вот взял свой выбор и идет до конца вот это абсолютная цифра вот он не верен поэтому не переживайте что мавроди что-то там про вас думает он вообще ничего про вас не думает про нас наверно уже могу сказать так неинтересно моему прошло это пройденный материал до тех кто отошел и оступился это уже пройденный материал и поэтому тот кто еще может где-то как-то с насмешкой говорит о людях которые остались чему-то верны тот трижды осмея единственная саша соколовная тут уже посвящено потеевскому чату и потею и тебе и юрка блин юрка ты такой сказал ты подумай я тебя просил когда-то я ноль для тебя вообще фраер не откуда за тобой люди смотрят тоже если я заметил не делай таких неосторожных заявлений подумай если человек есть ценности неприходящие вера пусть тупая глупая народ наш почему победил войне сталин там отправил гулак были 10 миллионов сколько он там людей отправила народ нас победил судом же оружием победил он шапками закидал снарядами верой своей победил почему гулять ступать нельзя позади москва сзади еще 9 часовых поясов было а позади москва не отступал никто юра фильтруй базар единственное что саша ты правильно сказал вчера насчет данилы это я вообще не знаю чувак вот пока он был там моим 10 миллионникам у меня на него упало вообще беззубый для меня беззубый беззубый руководитель беззубый он хорошим типа верит он усрался перед мавроди он знает он когда-то там открывал что он сделал когда уже будучи семья я послушал его и начал опять слушать мне понравился его убежденность мне понравилось как он старается опять к мавроди лизнуть но все равно понравилось что он не отступает от него тут он эту семью все под империал то все а сейчас он просто старикова что-то замочил что я его не знаю здесь саша надо тебе дать должное что ты сказал правильно не то что правильно что это отметил должным образом кто такой стариков и как все это было ему вроде как это подхватил все что люди действительно которым стоит прислушаться на ту не говорит что они потянут тебя на баррикады ты пойдешь за ним это не те люди это люди болеющие за свою нацию за свою страну заодно это их уже надо уважать чем болеющие не в чате болеющие публично выпускающие книги которые знают которые пробуждают сознание поэтому ребята не знаю там вы в новостях ударились такие но серьезными серьезными же вещами вы оперируете выжний выжний я этот сижу себе в своих там афинах че увидел че услышал по чатам по вашим видео о том сужу вас какая-то информация там инсайды шминсайды всякая какая-то вам что-то поступает на вас же люди ориентируются а вы так разбрасываетесь верой разбрасываетесь нельзя этим разбрасывать это единственное что у нас осталось почему нас еще и поимели имеют потихонечку поэтому не знаю пока у меня на основании того что нет у вас веры что вы смеетесь над этим не будет это жить отделом а вроде потому и живет что остались там единицы прихлебалов не важно кого и зомби как и говорить у них есть все они у тупо верят все им хорошо вот мы отступали до москвы народ верил что мы победим а потом взяли остановили нахер всех а потом взяли и наступление пошли и не было легко но не было сразу берлине никто не очутился ну все победила вера вот на такой печальной ноте хотелось бы закончить свой длинный рассказ вот прошу меня простить что я может быть возложил на себя какие-то такие непосильные непосильную ношу вам что-то говорить чего не посильная вот кстати думаю еще наверно марат сетевой бродяга он тоже в армии был думаю да интересно не было и если уже идете почита знамена ребята держитесь до конца даже если там не все хорошо даже если там потей гад всех хуесосит простите опять за мат все равно вот выбрал например я себе выбрал завтра скажет нахер метод слова тогда да а сейчас нет все какие бы сладкие кругом проектики не были там тугезеры там выйти как он сейчас идет земля подарков для подарочная земля золотой член золотая сиська еще какая там там такие маркетинги пацаны руку вставь и оттуда золотой шлем вылезет или член ну не интересно там интересно сделать что-то свое построить ты сейчас саша строишь и веришь что что ты строишь и ходишь об этом говоришь но не все будет так какой-то момент настанут тяжкие времена но раз ты уже одному изменил может ты изменишь и второму большое спасибо за внимание высказался